Всем привет! У меня сегодня новое видео, это видео-болталка, я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы любезно мне накидали в моём комьюнити на YouTube и не менее любезно в Инстаграме. Подписывайтесь на мой канал, ставьте, пожалуйста, лайки. Если у вас есть какие-то комментарии по поводу того, что я сказала, конечно же, комментируйте внизу. Поэтому, если какой-то аромат, который я буду показывать в этом видео, у меня является ароматом, на который я делала обзор, я оставлю обзор внизу, так же, как и название аромата, естественно, тоже. Давайте начнём с вопроса, который мне задала Светлана уже очень-очень давно под каким-то моим видео. Ваше отношение к тому, что много парфюмов, и всеми не можешь пользоваться, и грызёт чувство вины, так как продолжаешь покупать новые ароматы. Светлана, я думаю, что... Спасибо за вопрос. Я думаю, что такое же чувство вины грызёт не только тех людей, у кого больше 20-30 ароматов, а также тех, у кого их два, и человек пользуется всего лишь одним ароматом, один пшик на затылок каждое воскресенье. Поэтому, я думаю, для того, чтобы этого чувства не было, нужно успевать, либо пытаться успеть использовать намного больше ароматов, чем можешь менять их, часто менять. Я их меняю часто, я меняю ароматы часто, есть ароматы, которые я наношу перед тем, как идти спать, я наношу непосредственно после того, как я приняла душ, потом я меняю аромат, я иногда меняю ароматы три раза в день. Чувство вины, я скажу, у меня нет. Нет у меня чувства вины. Но ещё чувство вины, оно значительно уменьшается, если вы знаете, что вы храните ароматы достойным образом, если они защищены от солнца, от прямых солнечных лучей, от перепада температуры, от всего такого, что может этот аромат повредить. Спасибо ещё раз за вопрос, было очень интересно. Давайте перейдём к вопросам, которые мне пришли в инстаграме. Ольга, моя подруга оффлайн, кстати, обзор дизайна флаконов. Это были, это был, кстати, вопрос под каким-то постом очень-очень давно. Я, похожий вопрос у меня был и в комьюнити тоже, от Евгения Унрайн. Наталья, интересно мнение о самих флаконах. Бывает ли, что рука не тянется, знакомится с парфюмом только из-за уродливого флакона? В общем, я флаконы люблю, которые простые, обычные, нормальные, прямоугольные, либо округлые, но не какие-то там вычурные. Их сложнее хранить, у них больше коробки, они занимают больше места. У меня к флаконам совершенно потребительское отношение. Я люблю, чтобы флакон был, а, удобен в хранении, б, занимал как можно меньше места, и С не особо меня нервировал, например, например, как это делает вот этот самый туфель. Ладно, это ещё всё с ним в порядке, потому что это 30 мл, и каблук снимается, и здесь есть распылитель. Если у вас 80 мл этого парфюма, то вы его должны держать обеими руками, потому что одной не получится, и вы должны, это выглядит примерно вот так, вы пшикаетесь парфюмом вот так вот. Это ужасно, это неудобно. Поэтому парфюмы бывают всякие разные. Я не обращаю внимания никогда на то, как сделан аромат. Да, интересно, но я не выставляю ароматы на всеобщее обозрение. У меня они стоят либо в коробках, либо без коробок от солнечных лучей, закрыты полностью. Поэтому для меня это даже не актуально. Для меня не актуально выставлять на туалетный столик свои ароматы, потому что мне больше интересна их сохранность, нежели их внешний вид. Ну, и опять же, есть такие ароматы, например, как этот, которые очень даже неоднозначны для некоторых людей. Это скандал Жан-Поль Готье. Некоторые люди говорят, что как будто бы утопили бабу в бочке. Ну, я такого не вижу. Не вижу. Но некоторым не нравится это дело. Мне очень нравится флакон вот этот вот от Пинхали Гонца. Здесь у меня селезень. Очень симпатичная штука. Но, опять же, был бы этот флакон не такой яркий, не такой красивый, не такой запоминающийся. Аромат бы был тем же. И желание моё было дать этим ароматом, оно никуда не делось бы. Поэтому флаконы для меня это тара. Это тара для аромата. Чем проще эта тара, тем лучше. Чем солнцепробиваемее эта тара, тем лучше. Именно поэтому я очень люблю флаконы от Монталь, которые сделаны из очень лёгкого алюминия. И они пуленепробиваемы солнцем. И, в общем, это супер. Вот такие вот флаконы мне очень-очень нравятся. Конечно же, есть флаконы, которые прям вы смотрите и вы думаете, боже, какая же красота. Например, этот флакон, которым я уже вам, наверное, оскомину набила. Потому что он у меня постоянно стоит сзади. И вы его постоянно видите во всех видео. Но мне очень нравится. Это такое, знаете, прям солнце, радуга и всё такое в одном флаконе. Это красиво. Но, опять же, это не самое главное для меня. И по поводу уродливых флаконов. Я, вот, правда, уродливых флаконов я никогда не видела. Я видела те флаконы, которым у меня не тянется рука протестировать эти ароматы. Но я их всё равно протестировала. Например, ароматы, которые... Я не помню, что это за бренд. Как сердце. В общем, причём не сердечко. Вот сердечко, как вот, пожалуйста, сердечко на Yves Saint Laurent. А сердечко, как вот, анатомически. Это не очень симпатично мне. Плюс ко всему, например, ароматы такие, как у Полис, которые сделаны как черепушки. Мне это не очень интересно. Мне внутренние органы, черепа, кресты, гробики, это у меня не ассоциируется с чем-то хорошим. А парфюмерия это очень хорошая, очень интересная для меня вещь. Поэтому аромат-то я всё равно протестирую, но куплю его вряд ли. Если только этот аромат не будет каким-то уж очень суперклассным, чем-то таким внеземным, чего нет в других ароматах. Тогда я могу купить флакон, который мне не нравится. А так... Неа. Следующий вопрос из Инстаграма. Из Инстаграма. А то я уже в компьютер побежала. Из Инстаграма у меня был... Одну секунду. У меня были открыты эти вопросы, и они у меня куда-то все убежали. Вот. Я их нашла. Назови четыре самых любимых аромата. Лето, осень, зима и весна. Елена, спасибо за вопрос. Я ароматы не разделяю по сезонам. Поэтому для меня это довольно сложно сделать. Этот аромат, который я назову как летний, я его вполне ношу зимой тоже. Но, если бы я это делала, если бы я все-таки ароматы по сезонам разделяла, то это был бы у меня зимний аромат. Это ангел некрасивого зелено-болотного цвета. Он раньше был красивый, голубо-небесно-голубой. Очень-очень классный. Ангел Мюблер. Дольче Габбана. Лайт Блю. Ну, это, естественно, у меня летний аромат, осенний аромат. Это у меня бы был аромат от Эскада. Это Эскада Спорт. Его уже не найти. Если вы его найдете, вам очень-очень-очень повезет, потому что он супер-классный. И весенний аромат. Это такая вот ромашечка от Гуччи. Но, опять же, эту ромашечку я, например, сегодня ношу. Сегодня лето. В общем-то, я надеюсь, на этот вопрос я ответила исчепывающе. Дальше. Любимый аромат с Нероли. На самом деле, любимых у меня очень много ароматов с Нероли. Нероли мне нравится. Это белый цветок. Белые цветы мне нравятся очень. Очень люблю Нероли Иврашэ, который уже сняли. Но его еще можно найти. Секрет Десен с Нероли. Классный аромат. Также у Кавали есть. Just Кавали. Так и называется. Just. Классный аромат с Нероли тоже. Всю коллекцию. Покажи всю коллекцию. Обещаю. Поднимаю левую руку. Будет. Не знаю, когда будет. Саванна Десета. Феррагамо. Знаете, я об этих ароматах рассказывала, когда я делала видео о Феррагамо Инканто. И тогда вот только-только вышли эти ароматы. Это где-то было, может быть, уже полгода назад. Я их не тестировала. Я их видела офлайн, не видела онлайн. Видела. Не тестировала. Знаю, что они есть, но я их не пробовала. Не пробовала. Имеет ли значение упаковка рекламная компания парфюма или главное содержимое? Главное содержимое, если бы мне была важна упаковка и все остальное, я бы тогда не относилась к упаковке как к таре. Но, безусловно, реклама это то, что, ну, понятно, двигатель торговли это то, что привлекает. И если я вижу какую-то интересную рекламу, она меня заинтересует, я тогда могу пойти потестить аромат. Но покупать аромат ради упаковки, ради рекламы, я, конечно же, я такое не практикую. Если бы, например, вот этот вот аромат мне не понравился, вот то, что там, я бы его не купила. Как бы мне не нравился флакон. Наташа, привет. Можно, привет. Можно поболтать об ароматах от Марина де Бурбон, если интересно. Конечно, можно, если бы я знала, о чем болтать. У меня за все, за все свое парфюмеролюбительское время, у меня был свыше один аромат от Марина де Бурбон. Он был в каком-то таком, не очень красивом флаконе, в каком-то таком, по-моему, принцесса. Он назывался. Ничего интересного, ничего интересного. И, в общем, болтать не очень, потому что я помню только этот аромат. Я помню, что он мне не понравился. Я знаю, что стоят эти ароматы совершенно так же, как стоят ароматы, например, Кевин Кляйн, Барбари. И поэтому, если брать слепую, я лучше возьму их, а не Марина де Бурбон. Екатерина, да, наверное. Привет, спасибо за вопрос. Есть подруги, знакомые, близко с кем можно посидеть, понюхать и посудить? К сожалению, близко нет. Да, это всё. Это всё, что я хотела обсудить с инстаграма. А теперь переходим в комьюнити. Антонина Кучерява. Привет. Привет, Антонина, привет. Не знаю, есть ли у тебя видео о распиве парфюмерии от Левантах. Интересно твоё мнение, ты обо всём интересно умеешь рассказать. Спасибо. Либо, если не отдельная тема, это одним из подпунктов болталки. Именно подпункт болталки и будет. Я совершенно замечательно отношусь к распивам. К сожалению, я этим не занимаюсь, потому что, как вы узнали с предыдущего вопроса, у меня просто нет таких подруг, рядом с которыми мне было интересно какой-то аромат купить. Например, что-то такое из ниши, из такой очень тяжёлой ниши, например, или даже из массы, или из люкса, и с кем-то распить. Нет у меня таких подруг, поэтому я этим не занимаюсь. Но к распиву я отношусь хорошо. Я два раза покупала от Леванты. Я их покупала на сайте Unico. Это немецкий сайт. Я не буду оставлять ссылку, потому что, ещё скажу, что это реклама. Это не реклама. Я покупала два этих от Леванта сама. Каждый от Левант стоил 17,95 евро. Пересылка была включена по Европе. За эту цену вы получаете вот такой вот пластмассовый чехол и вот такой вот от Левант. У меня оба от Леванта, Симона и Андреоли, это у меня Мория и Малибу. И 8 мл вот так это всё вставляется и вот так вот выкручивается. Очень удобно. Очень удобно и очень выгодно для тех ароматов, которые стоят довольно дорого. И это оправдывает себя. Особенно если вы не хотите брать вслепую аромат, который стоит там 200 евро. Если аромат стоит сам по себе, стоит 80 евро, я думаю, что это невыгодно. Поэтому да, у меня просто положительнейшее отношение к этому делу. Евгения Унрайн. Я ответила по ужасному флакону. Людмила. Людмила. Наташа, ты помни, ты говорила, что очень любишь инжирные ароматы. Ещё какие фрукты ты очень любишь в ароматах. Если я ничего не путаю. Не путаешь, молодец. Спасибо, мне очень приятно, что ты исполнила. Люблю инжирные ароматы. Люблю инжир есть. Ароматы. Люблю фрукты всякие. Люблю всякие, всякие. Я люблю сочные, фруктовые, сладкие запахи. Нет такого фрукта, который бы я не любила. Есть слива, который я тоже люблю. У меня есть ароматы со сливой. Но просто иногда слива имеет такой немножко подкопчённый сектор в себе. И не всегда вот эта вот подкопчённая слива, как чернослив, типа, да. Не всегда оно приятно. А так все фрукты люблю. Да-да-да. Да-да-да. Ирина. Привет, Ирина. Спасибо за вопрос. Очень было бы интересно ещё и про ароматы от уходовых брендов. Например, Биотерм или Кодали. И так как-то мало обзоров на эти ароматы. А мало знаете почему? Потому что у меня был аромат от Биотерм. Я его купила по очень-очень классной скидке. Поэтому это было целесообразно. Эта покупка, этот аромат. Эти ароматы... Я говорю просто о Биотерм, о том аромате, который у меня был, в голубой бутылочке. И тот аромат, который я тестировала, он у меня был в маленьком размере, в 10 мл, в жёлтой. Ароматы, они интересные, симпатичные водички такие, для обливания себя. У них стойкости мало. Хорошие ароматы, действительно. Но если мы возьмём стойкость плохая, аромат, который стоит 55 евро, я лучше пойду в Иврашей и куплю их зелёный чай или какой-нибудь розовый цвет. Ну, розовый цвет я точно не куплю. Но, я думаю, смысл понятен. То есть, за те деньги, за которые мы их можем купить, эти ароматы, на мой взгляд, они не стоят. И если на них мало обзоров, скорее всего, не только, на мой взгляд, они не стоят этих денег. А так, да, симпатичные ароматы, если вы найдёте, например, биотермовские ароматы, там у них такие большие боди по 100 мл, если вы найдёте эти 100 мл за 20 евро, то почему нет? Почему нет? Ирина Талама. Ура! Я, как всегда, прошу о классике. И здесь я попросила помощь в растолковании. Ну, винтаж, знаю, что ты не любишь, а вот про классическое звучание в ароматах. Не поняла я всё равно этот вопрос, но, в общем, отвечу так, как я думаю, что я это поняла. Ну, в общем, винтаж же, знаю, что ты не любишь, правда. Всё правда. Я не люблю винтажные ароматы, потому что они мне не нравятся, они на мне плохо сидят, они на мне плохо пахнут какими-то бабушками, в общем, мне это не нравится. Что же касается классических ароматов, классического звучания ароматов, то мне кажется, что те ароматы, которые уже были созданы лет 20 назад, их целесообразно назвать классическими ароматами. Например, и что вообще такое классическое звучание? Для меня классические цитрусы звучат. Почему нет? Кевин Клейн Ван был создан в 94-м или 96-м году. Это уже просто старикан парфюмерный, и он звучит для меня очень классически. Поэтому, если мы говорим о классическом звучании, как, например, Шанель Мадемуазель, да, хорошее звучание. То есть, для меня, если мне аромат нравится, если он не звучит на мне ретро, то тогда мне всё окей. И мне абсолютно всё равно, сколько этому аромату лет. Есть у меня, например, Амариш, Джованши, которому очень-очень много лет. Есть у меня Позоны некоторые, которым тоже очень много лет. Но они на мне не звучат ретро. Для меня это не ретро. Это классические ароматы. Мне они нравятся. Тина Ти. Привет, спасибо за вопрос. Три бренда на скидку, где промах менее вероятен для тебя. Для меня на скидку. Вот, пожалуйста. Барбари. Ивсен Лоран. Виктор и Рольф. Не знаю, эти ли бренды ты ожидала. Не знаю. Напиши, пожалуйста. Следующий вопрос. Было бы... Алена Гакман. Привет, спасибо за вопрос. Было бы очень интересно послушать о самых женственных ароматах твоей коллекции. По твоему мнению и мнению окружающих. Ещё интересно, почему именно парфюмерия, а не сумки, например, или туфли. Это моя страсть. И моя тоже. Моя тоже. Ещё отдельным видео о мужских ароматах. Это вот... Поднимаю ещё раз руку. Это будет... Я уже работаю с мужем над этим. Он вроде бы, как он сказал, ну хорошо, сделаем. Вместе с ним. Я думаю, от мужчины будет вам интереснее услышать, чем от меня. У меня десятки парфюмерных вопросов. Не нужно сдерживать свои порывы, Алена. Не нужно. Значит, насчёт того, какие самые женственные ароматы... Ну, наверное, цветочки, да, имеется в виду. Ну, вот женственный хипнотик поизу. Куда же женственнее? Тот же самый ангел. Куда женственнее? Ну, вообще, на самом деле, у меня очень много бело-цветочных ароматов. Именно они, наверное, более с женственными ароматами ассоциируются. И также у меня очень много ароматов сладких. Например, вот этот вот тоже туфель. Он тоже очень-очень сладкий. То есть всё такое сладкое, цветочное. Ну, самый... Самый, ну, не знаю, вот, например, хипнотик поизун, джуси кутюр, который с розовым бантиком. Вот этот вот туфель тоже. Версачи, кстати, очень женственные ароматы. Там много у меня. Много. Но на самом деле, знаете, мне кажется, что... Если... Мне кажется, что аромат должен отражать то, что у тебя внутри, то, что ты любишь. Если ты любишь одеваться женственно в туфли на высоких каблуках и при этом любишь носить мужские ароматы, то почему нет? Разве это будет смотреться по-мужски? Нет, нет. Потому что я не думаю, что аромат нам придаёт женственности или мужественности, или делает нас более желаемыми в глазах других людей. Валентина Слободская. Я ответила вам про акацию. И вы мне ответили тоже. Спасибо. Спасибо. Людмила Фролова спросила, знакома ли я с российской маркой Новая Заря. Аксинья. Привет. Привет, Аксинья. Привет. Спросила у меня... Спасибо за комплимент. У тебя отлично кожа выглядит, сияет, нет морщин, чего не скажешь про многих 20-летних. В общем, есть у меня видео отдельное про вот это всё. Татьяна Мальцева. Ура, жду видео. Очень ура. Спасибо, мне приятно. Вот, интересный вопрос. Все остальные тоже были интересны. Очень интересно твое мнение о качестве парфюмов и в последнее время. К чему мы идём? Ждёт ли нас что-то подобное, что было 20-10 лет назад? Или эти времена канули безвозвратно? Заранее спасибо. Я написала ей ответ о том, что Ох, Татьяна, были бы у меня эти ответы, ответы на эти вопросы, я бы сидела в правлении ИФФ. Пофантазируем кратко на тему. Она мне ответила, я бы за себя голосовала в правлении. В общем, спасибо, Татьяна, спасибо. В общем, короче, о чём вопрос? Вопрос о том, что, в общем, времена ушли, хороших парфюмов сейчас нет. Нет, я думаю о том, что мода, она есть и на парфюме тоже, и на какие-то составляющие тоже, на каких-то парфюмеров тоже. Поэтому то, что было 10-20 лет назад, 30 лет назад, когда мы носили тот или иной парфюм, нам было меньше лет, у нас были какие-то другие заботы, либо их вообще не было, либо что-то, было что-то очень позитивное в жизни, не то, что сейчас ничего нет позитивного, но просто было другое время. И какие-то ароматы, которые мы носили в то время, они у нас плотно ассоциируются именно с тем временем, счастливым, хорошим временем. Поэтому подсознательно мы хотим вот это время повторить и ищем нечто подобное об ароматах, но не всегда мы эти ароматы можем найти, потому что некоторые уже сняли, их уже нет. Короче, о чём это я? Очень часто ароматы у нас именно в завязке с тем, что с нами, с тем хорошим, что с нами было раньше. Именно поэтому нам кажется, что ароматы, ароматов-то хороших нет, потому что то хорошее время, которое было, оно прошло сейчас другое хорошее время, но того уже нет. Поэтому вроде как и ароматов нет. Я не думаю, что так есть, потому что ароматы, какие были, хорошие и качественные, такие они и есть. Сейчас, конечно же, другие законы, регулировки, кстати, сейчас вроде бы как хотят запретить некоторые молекулы, которые в дубом, мхе, мху, мхе, да? Поэтому если у вас есть ароматы с дубом, мхом, которые вам нравятся, может быть, стоит подумать о том, чтобы взять себе в загашничек ещё один. В общем, посмотрите, почитайте на сайте Ифра, что они там опять сделали. Так вот, я не думаю, что качество пострадало. Качество не пострадало, просто многие натуральные компоненты заменяются синтетическими, потому что это дешевле, потому что это не так токсично, потому что это не вызывает аллергии, либо если вызывает, то гораздо меньше, поэтому меняется. сырьё немножко другое, но я не думаю, что я не думаю, что мы идём к чему-то такому плохому. Раньше было хорошо и сейчас хорошо. И вот эти вот все крики и стены плача насчёт того, что раньше ароматы были лучше, сейчас они хуже. Раньше те ароматы, которые были, которые у вас уже там стоят на полочке 15 лет, естественно, он отстоялся, он настоялся. Там другие компоненты, может быть, они какие-то даже натуральные компоненты, естественно, там звучание будет другое. Но я не думаю, что если вы купите новодел, он будет кардинально отличаться. По крайней мере, у меня были такие сравнения, старый новый аромат, у меня кардинальных различий нет в ароматах. Короче, качество парфюма, оно, и их просто, их просто делают более безопасными, делая их более безопасными для людей, конечно же, какие-то ароматы от этого страдают, потому что какие-то компоненты уходят. Но, знаете, мне кажется, что нужно тут танцевать от того, что у нас есть, не плакать о том, что мы потеряли. Вот сейчас есть эти ароматы, ими, и их, и любить. Или же тогда покупать и переплачивать, чего не советую, потому что это как покупка кота в мешке. Никогда не знаешь, как, кто этого кота хранил. Диана Наумкина. Наташа, расскажите, пожалуйста, о парфюмерии на тему того, что я на днях читала статью, где писалось, что сама жидкость стоит копейки, остальная стоимость это бренд, флакон, кто как преподнесет и т.д. Неужели качество душистых масел может быть одинаковым для люкса, масс-маркета и сетевиков? Очень хочется услышать ваше мнение. Благодарю, Диана. Если бы я знала ответы на эти вопросы, я бы сидела все в том же правлении. Так вот, я абсолютно точно знаю, что действительно большая часть идет на рекламу, на бутылку, на все вот это, на весь этот антураж, который вокруг аромата. Это абсолютно точно. Где-то промелькнула информация, что бутылка аромата стоит 1500 евро, я не знаю. Но вы же понимаете, если этот аромат, например, Абсолют Розы или Абсолют Жасмина, он не будет стоить так же, как и настойка ромашки, которая, например, вот в этом аромате. Поэтому нет, я не думаю, что есть какая-то фиксированная цена для всех ароматов, всех брендов за литр. Нет. Все зависит от того, какая materia prima. Какие там исходники, и, конечно же, это, они стоят. Например, некоторые цветочки, их собирают только в определенный момент и только в определенных местах. В общем, конечно же, за это нужно платить. Но, а насчет того, что мы платим из-за рекламы, тоже из-за того человека, который рекламирует нам этот аромат, это абсолютно точно. Например, вот, когда мы смотрим и покупаем аромат вот этот вот скандал, мы платим часть денег Ирине Шейк за то, что она очень эффектно прошлась в этой рекламе. Почему нет? Почему нет? Люди должны получать свои деньги за свою работу. Я считаю, это правильно. Тина Ти. Привет, еще раз. Какая система превалирует в твоей жизни? Система график, система импульс, система скидки, либо что-то другое, о чем мой чайник даже не подозревает. На что я ответила? Ей все вместе плюс система, лампочка загорелась в том самом месте. В общем, короче, действительно, у меня нет какой-то системы покупки ароматов, если я вижу аромат, который стоит так, как мне хочется, чтобы он стоил, если я этот аромат люблю, если он мне нравится, если я его тестировала, либо, если он стоит настолько мало, что я могу оправдать слепую покупку, то я его покупаю. Системы, ребята, нет. Привет! Это опять же та же Тина Ти. Я бы попросила озвучить немного статистических данных в рамках года-двух. Сколько прибыло, сколько убыло, сколько пробников переросло во флаконы, когда в последний раз дошла до дна, и что это было. Спасибо. Я ответила ей, попросила не требовать от меня точных цифр, потому что не могу дать. На самом деле не знаю, сколько прибыло, сколько убыло. Убыло мало, потому что я очень редко заканчиваю ароматы, так уж получилось. Сколько прибыло, ну, наверное, за год ароматов, ароматов 30, наверное, я купила, да, наверное, да. Ароматов 30 я купила, что переросло в пробник, ну, вот из того, что вот прям вот здесь у меня стоит, вот, пожалуйста, Gucci Mimoire ромашечковый, очень красивый аромат. Я считаю, что Gucci с этим ароматом попали в точку, они с этим ароматом рискнули, потому что это аромат абсолютно не классического люксового звучания, но нишевого, и тем не менее его покупают. Не все его любят, но он классный. Вот этот вот аромат тоже перерос у меня в пробник. Вообще пробники у меня заканчиваются очень-очень быстро, я их заканчиваю. Ну, что-то еще спрашивала. Сколько убыло? Убыло, наверное, не убыло, пока еще нет, пока еще там на дне. На дне у меня Versace Versace, на таком же дне у меня Versace у меня закончился вот этот аромат, это у меня новый аромат, это London, London от Barbarie. Короче, да, я бы сказала ароматов 30-40 у меня за у меня новых есть. Короче, ответ такой, мне просто лень считать, просто лень, ну, от 30 до 40, да, абсолютно точно. Галина, Наташа, здравствуйте, вы меня извините, что я к вам обращаюсь таким вопросом, просто мне не к кому обратиться, очень заинтересовал аромат Jador Dior Lunger, я не смогла найти ни одного отзыва на YouTube, может у вас возможность его обонять, спасибо. Не знаю, когда буду в магазине обязательно посмотрю. Галина, обязательно, не знаю. Алена, Алена Гакман, как, привет, спасибо, еще раз за вопрос. О, это, кстати, классный вопрос. Как бы ты отрисалась к тому, что договорившись с подружкой посидеть в кафешке, вы обе пришли в одном парфюме? Как бы, как ты относишься к аналоговой парфюмерии? Так, про подружку, я бы была рада, я рада. Я из тех ненормальных людей, парфюмерных любителей, которые радуются искренне, причем, когда слышат аромат, который любят на других людей, на других людях. Я радуюсь искренне за того человека, который выбрал этот аромат, потому что он классный. Я радуюсь за себя, потому что кто-то выбрал тот же аромат, который нравится мне. Это круто, поэтому если бы моя подруга пришла в этом же аромате, я бы сказала молодец, поздравляю. Как относишься к аналоговой парфюмерии? Не к подделкам из перехода. На YouTube много видео об арабских аналоговых ароматах. На каких сайтах ты охотишься за парфюмами, которых нет в физическом магазине? Интересен парфюмерный виш-лист. Начну с конца. Парфюмерный виш-лист у меня очень-очень такой очень короткий один аромат. Всего лишь это Fendi Furiose. Больше ничего нет. Fendi Furiose я просто ищу ее по хорошей цене. Я обязательно ее куплю. Вот она у меня только в виш-листе. Насчет аналоговой парфюмерии плохо я отношусь. Плохо. Потому что я считаю это кражей интеллектуальной собственности, ребята. Например, есть бренд Jenny Glow и я уверена, что сейчас будут писать комментарии насчет того, что не у всех есть деньги на Джо Малон. И я не говорю о том, что вам не нужно покупать Jenny Glow, вам нужно покупать Джо Малон. Но просто посмотрите на это с той стороны, что Jenny Glow вот у Джо Малон есть мой любимый аромат английская груша и фрезия. Я обожаю этот аромат и у Дженни Glow есть аромат груша и фрезия. И это явно и все знают, что они делают свои ароматы по образу и подобию Джо Малон, но стоят они конечно в разы дешевле. И если бы Дженни Glow назвали свои ароматы утро под грушевым деревом, проблем бы не было никаких, потому что тот же самый аромат, запах, та же самая бутылка, название другое. То есть, чтобы не было явной отсылки и к тому, с какого аромата вы это все слезали. Потому что так слишком явно, что вы пытаетесь, грубо говоря, выехать на чужом горбу. То есть, Джо Малон вложил свои деньги, вложили свои ресурсы, свои интеллектуальные ресурсы для того, чтобы сделать аромат. И потом приходят такие Дженни Glow и решают делать свои ароматы. По образу и подобию, но это ладно, потому что очень много есть ароматов, которые практически клоны. Но когда вы еще и имеете наглость называть свои ароматы так, чтобы люди сразу же ориентировались, какой аромат нужно купить, если вы не хотите покупать Джо Малон, я считаю, это не честным ведением бизнеса, это воровство или интеллектуальной собственности, которому, в принципе, не подкопаться, потому что нет трейдмарк на грушу и на фрезию, но просто это настолько явный подкат под этот аромат, что для меня это неприятно, я не поддерживаю эти бренды и насчет аналоговой парфюмерии арабской я не тестила ни один аромат, не знаю, потому что у нас их купить негде, покупать вслепую мне просто не хочется и все дело в названии, пусть бы это был тот же аромат, тот же сок, но просто другое название, не нужно уж так явно сильно сгребать плоды труда других людей, и если бы такое случилось, Дженни Глоу, мне пока никто ничего не присылал на обзор никогда, но если бы такое случилось, что Дженни Глоу, мне бы написали, они выбрать ли два аромата, три на обзор, я бы сказала, конечно, но я их обозревала абсолютно отдельно от любых ассоциаций, я бы сразу сказала, что это подкат под такой-то такой-то бренд, и я буду обозревать этот аромат отдельно, то есть, чтобы человек знал, когда он покупает этот аромат, что он не получает Джо Малон, английская груша и фрезия, это очень часто люди, люди, думая, что покупая аналог, они покупают оригинал, или покупая аналог, тестируя аналог, вы можете потом понять, что же из себя представляет оригинал, это неправда, ребята, неправда, потому что вы не покупаете оригинал, вы покупаете что-то, что сделано по образу и подобию, вот, поэтому к аналоговой парфюмерии я отношусь плохо, парфюмерии, которая похожа, очень много ароматов, которые похожи друг на друга, Например, кстати, вопросы и доводы о том, что не у всех есть деньги на Джо Малон. Вон, ребята, за мной стоит аромат. Зелёный чай от Элизабет Арден с грушей. Шикарный. Он стоит ещё дешевле, чем этот от Дженни Глоу. И у него ещё больше разлив. Вот так. На каких сайтах ты охотишься за парфюмами, которых нет в физическом магазине? На всяких разных сайтах. Я очень люблю сайт FragranceX, люблю сайт, британский сайт Fragrance Direct, All Beauty. На всяких-всяких разных. Всякие разные сайты. Я просто подписана на практически все сайты, на которые я часто захожу. У меня всегда рассылки есть, поэтому я знаю, где какие скидки. И последний вопрос у меня от Ирины. Ирина, добрый, троеточие. Она мне так всегда пишет. Просто в зависимости от того, когда я буду это читать, я уже сама себе подставляю. Добрый вечер, добрый день, доброе утро. Как относишься к корейской системе ухода? Хорошо. У меня про уход, у меня будет отдельное видео. Хорошо. Обожаю японскую, корейскую косметику. Яблочко. Яблочко. Поскольку... Замечала ли какую-то особенную любовь к парфюмам в отдельных странах? Замечала ли я любовь к парфюмам в отдельных странах? Я писала... Этим тоже я вас уже, наверное, продолбала. Ну, в общем-то, я писала когда-то очень давно диплом на эту тему как раз о парфюмерии. И у меня одна из тем, которым мне нужно было раскрыть, парфюмерия в Скандинавии. И почему люди не так любят и не так часто используют парфюмерию в скандинавских странах, чем, например, в той же Португалии, в Италии, в Испании, во Франции? Потому что всё зависит от того, по большому счёту, парфюмерия-то когда пришла? Она пришла очень-очень-очень давно. Поэтому, например, в том же Египте она была очень развита, потому что люди парфюмерными этими всякими мазюками отгоняли от себя насекомых. И также запах свой камуфлировали, потому что нечасто же мылись, и от солнца защищались. А холодные страны, например, Норвегия, Финляндия, Швеция, люди там думали о том, как бы выжить в этом ужасном климате, в этом холоде, поэтому о парфюмерии они думали в последнюю очередь. Тогда как в странах таких, как Европа, в странах, в Италии, во Франции, в Европе, в тёплых климатах люди больше думали о том, какой бы бленд лучше показывал то, что я из высшего общества. Другие люди в других странах, они думали, что нужно заготавливать на зиму что-то там, потому что зима идёт, и всё будет холодно. В общем, конечно же, во многих странах есть любовь к ароматам, в некоторых странах есть абсолютно равнодушное отношение. Это всё ещё идёт из истории, из географии и всего этого. Это очень интересная тема, я на неё писала большой диплом, интересный, мне понравился. Да, абсолютно точно, замечаю. Чем южнее вы идёте в Европу, тем больше любовь к парфюмерии, абсолютно точно. Каких блогеров смотришь и любишь, может, не только парфюмерных? Люблю, смотрю многих блогеров, Софи, Юлю, Алену, мы с ними даже видео совместное делали, вот Николая, Марину. Из нерусскоговорящих я очень люблю одну даму из Штатов, у неё шикарнейшая коллекция, Кристен. Также я люблю Арлин из Нидерландов, мне кажется, она. В общем, много смотрю, а, кстати, Софи, Софи из Лондона тоже, многих я смотрю, мне нравится, в общем. Но обычно вот те блогеры, с которыми мы в хороших отношениях, я смотрю там все видео, всё подряд. А те, на которых я просто подписана, так, те только, которыми там интересна тема. Я ещё раз сейчас обновлю эту страничечку и посмотрю, есть ли там какие-то новые вопросы. Если их нет, то, секунду, я, контакт с вами, глазной сейчас, секунду. Знаете, наверное, это всё. Да, это, наверное, всё. Я, это всё, о чём я хотела рассказать, это все ваши вопросы. Спасибо вам огромное за эти вопросы, мне было очень интересно. Такое, знаете, вот, для, просто чтобы поменять что-то, потому что у меня то обзоры, то какие-то топовые ароматы, то ещё какие-нибудь подборки. В общем, если у вас есть какие-то интересные вопросы или интересные идеи для видео, конечно же, конечно же, бросайте. Мне, мне очень-очень интересно. Давайте я, может быть, ещё здесь прошвырну очень-очень быстро в Инстаграме, что там, может быть, какой-то ещё вопрос затесался, и я на него не ответила. Прошу прощения, и очень-очень быстро я это всё сделаю. Нет, 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 ничего интересного, ничего интересного, в общем, ладно. Ладно, я, наверное, а, вот один вопрос есть, мне его задала ещё очень давно Елена. Я начинающий парфюманиак, может остановиться, пока не поздно, пять флаконов и харе. Как перестать хотеть и завидовать, где взять денег на хотелки? У сотрудниц, подруг по одному флакону, и то на праздник. Я после каждого обзора бегу тестить, и хочется что-то. Я думаю, что здесь было про зависть. Зависть это очень, я не говорю, что это плохое чувство, у некоторых это чувство зависть, оно заставляет что-то больше, что-то лучше для себя делать, но в большинстве своём всё-таки зависть это ни к чему не приводящее чувство. Оно вместо того, чтобы большинство людей к чему-то сподвигнуть, оно нас перекидывает в состояние такого, знаете, ступора, когда хотелось бы вот то, что там у кого-то есть. Но, в общем, очень мало людей могут это в нужное русло. Поэтому я вам советую не завидовать, потому что вы только лишь себе портите кровь и настроение, и только лишь себе этим делать хуже. Зависть это тупиковое абсолютно чувство. Насчёт того, что брать какие-то, может быть, кредиты, может быть, в кредит брать, может быть, занимать деньги на парфюмы, я считаю, что парфюмы, косметика, это все очень неважные для нашей комфортной жизни вещи. Если вы что-нибудь знаете о пирамиде маслоу, просто пойдите, посмотрите, какие у нас нужды, самые базовые нужды. Самые базовые нужды на это нужно тратить деньги. На всё остальное это уже по мере того, когда базовые нужды будут закрыты. В общем, поэтому, если есть какие-то свободные деньги, тогда, конечно же, можно купить парфюм. Если нужно из-за этого ужимать, отказывать себе в чём-то действительно важном, я считаю, что парфюм не нужно покупать. Думаю так. Потому что парфюм и маньячество это одно. Это как, знаете, как есть у меня знакомая, она покупает новые сумки. Очень много новых сумок. И иногда ради покупок этих новых сумок она просто провалит старые сумки и покупает новые сумки. При том, что она себе может позволить оставить эти старые сумки и купить себе новые сумки. Она говорит, зачем мне это нужно? Я хочу, чтобы у меня было какое-то движение в моей коллекции. И есть такие люди, которые от противного они продают старые, чтобы заиметь какие-то новые деньги и вложить их в новые. Это тоже можно понять. Это когда у вас есть какой-то уже фунт, с которого потом вы будете эти деньги на парфюмы пользовать. А если вам нужно где-то взять деньги и потратить на ненужную вещь, я думаю, что это не нужно делать. Пусть эти деньги будут либо на непредвиденные расходы, например, к зубному пойти, там, ещё там что-то. Либо на день рождения кому-то какой-то купить подарок. А покупайте ради того, чтобы просто покупать. Я не думаю, что есть смысл это делать. Тем более, есть это смысл делать, когда нет проблем в денежном плане. Если есть, мне кажется, этого не нужно делать. Но опять же, опять же, это не нраволучение. Люди сами знают, что им делать. Это просто лишь моё мнение. Вы спросили, я ответила. Если вам хочется покупать новые ароматы, это ваше дело. Ваше. Это теперь точно всё. Но вопросов нет. Я благодарю вас. Извините за такое длинное видео. Просто много было вопросов. А полтать-то я люблю. Пишите, если есть какие-то комментарии, вопросы. Пишите, конечно же. И будем обсуждать. Все ароматы, которые у меня есть в этом видео, я оставлю внизу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.